Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать опять снова в нашем зале. У нас сегодня презентация фильма. И в первую очередь у нас очень скромный такой человек, именинник сегодня, как и многие другие дни, Хосе Маджинери. Человек, который снимает массу вот этих фильмов чисто на энтузиазме. Человек творческий, человек неустанный, так скажем, человек с огромным потенциалом. Давайте просто поаплодируем. Итак, у нас сегодня первый показ фильма. Это первый фильм из цикла, который, опять же, снимает Хосе. Четыре фильма у него уже готовы. Это цикл и серия беседы о Сергее Боножану. Я так краем уха слышал, что на 35 фильмов у него уже материал есть. Вы представляете, сколько людей знали этого человека, сколько людей поминает его добрым словом. И сколько работы уже сделал этот человек. Еще раз. Так вот, в каждом из этих фильмов один главный герой, который будет рассказывать о своем общении с Мараджановым, делиться какими-то воспоминаниями и прочим. Героиня сегодняшнего фильма – это Луиза Ниазя. Вот она здесь у нас присутствует. Это человек, который занимался монтажом фильмов Сергея Параджанова, и не только его фильмов, а таких известных режиссеров, как Георгий Шенгивая и Ланова Водеридзе. Это очень известные фамилии. «Я – цветок этой земли» – называется фильм. Ну, давайте, наверное, приступим к просмотру. А после, ну, об этом вы уже все знакомы, о том, что у Хос-Арганика такая идея – создать музей имени Сергея Параджанова. Я ничего не подписался, обязательно подпишусь. Итак, фильм. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень вам благодарна, что вы почти пришли, нашли время. Тем более, в Тбилиси сейчас немножко, не немножко, а немножко напряженная ситуация. Все мы очень переживаем, больно, не знаю, без меня разберутся. Мы много чего перенесли, пережили, и это переживем, и это пройдет. Теперь, что я хочу сказать, это была все идея Хоса. Мы с ним познакомились здесь, в Кавказском доме, и он спросил, можно это? Я сказала, да, пожалуйста, раутся, потом это вот как-то пошло, 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 он сказал, знаешь что, давай про тебя сделаем фильм. Я говорю, про меня, он сказал, да, ну давай сделаем. Вот так получилось. Я думаю, что это наша попытка, моя попытка сказать, как я люблю этот город, как я люблю эту страну, и как я благодарна ей. Как у меня болит сердце, что не так идет, все как надо. Чего достойна эта страна? Эта страна, вот посмотрите сами, в течение 20 века столько великих людей. Я не знаю, я не знаю, любая страна бы гордилась этой, начиная, я не знаю, того же Сталина и Гуртьева, и кончая, я не знаю, Параджановым, Шеварднадзе, и миллион, миллион, я сейчас не буду говорить про великих наших режиссуров, композиторов, ученых и так далее. Я очень люблю эту землю. И я так благодарна этому народу, потому что, действительно, если ты живешь в другой стране, ты другой. Ты тамошним воздухом дышишь, ты тамошним воздух пешь. Эта земля рождается. Я сама этническая армянка. Но я вас уверяю, армяне, вот мы сейчас были в этом, в апреле 95-летие Сергея справляли в Еливане французы. И пригласили Юрия Мечтова и меня, значит. Мало кто остался сейчас в Белисе, кто-то, правда, знал Сергея. И, значит, мы там выступали, радоваться. А потом эти французы, сейчас какая-то приехала сюда. Ну, я их повела к Мананне Ахалая, необыкновенная дама, которая хоть что-то сохранила от этого, что осталось. Ничего там не осталось. А она тут же открыла, стол накрыла что-то, что-то, что-то. Они сидят, пьют, одно вино им дали, второе, третье рация. Я повернулась и сказала, вы понимаете, что вот Сергей мог родиться здесь, а не в Ереване. Они сказали, да, в Ереване мог родиться Завель. Завель – это директор музея. Кстати, совершенно потрясающий музей. Люди, это надо видеть. Я была категорически против. Абсолютно. Я говорила, пускай, говорили, украдут. Я говорила, пускай украдут, пускай будет Грузия. Но когда я поехала туда, я была просто ошеломлина. Это что такое? Это надо видеть. Когда мы туда приехали, Завель Саркисян, необыкновенный человек, тоже директор этого музея, он сказал, Грузия, знаешь, мы вот сейчас приехали, говорит, в Турции, Стамбуле была выставка Параджанова. Вот, говорит, скажи, сколько, как ты думаешь, сколько людей посетило? Я сказала, не знаю, Арбер Лизет. Он сказал, 50 тысяч человек за один месяц. Мне так больно, Сергеевич не хотел. Он написал, я, Параджанов Сергей Васильевич, родился и умру в городе Тифлисин. Вот так случилось. Потому что тогда никто ничего не делал. Кто мешал людям, которые могли купить этот дом, хоть что-то, чтобы ослать? Ничего. Абсолютно ничего. Эта попытка моя и, главное, Хосе, которому я очень благодарна, я очень редко встречала. Он такой, он такой необыкновенный, он с такой нежностью, любовью относится ко всему городу, к каждому подъезду. Вы посмотрите его фильмы, таких людей. Я очень, я правда была знакома с очень многими людьми, Бог меня благословил. У меня Хосе необыкновенный. Он такой хороший, добрый, мягкий, очаровательный. Тамана Литова. В общем, я многое не буду говорить. Он необыкновенный, правда. Посмотрите его фильмы. Причем он это делает сам, один, без никого. Он сам снимает, он сам монтирует, он сам на себе тащит аппарат. Он все сам делает. Ничего, никаких материальных, такого нет. Что я хочу сказать. Это наша попытка, его попытка объясниться в любви к Сергею, красоте, гениальности. Я не знаю. Моя попытка объясниться в любви этой стране, которая меня выразила. Кто-нибудь еще, пожалуйста, кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать? Вахо. Махтан Карушидзе. Геолог по профессии Барблоэ. Наш друг Кавказского дома. Я почти никогда не выхожу со словом, потому что я не умею говорить и не люблю. Но сейчас я не удержался. И говорить я не буду о Сергее Параджанове. Хотя фильм очень хорошо передает его сущность. Я смотрел разные фильмы Хосе, документальные. Вы знаете, что происходит? У меня вот погружение. Я, ну, почти 70 лет уже родился и живу в городе Тбилиси. В Тбилиси очень много чего происходит. Событий происходит много. Но у всех событий есть какой-то еще дух. Подспутный дух. Характерный для Тбилиси. Вот этот дух я чувствую в фильмах Хосе. Я не знаю, в этих паузах, в этом ракурсе. Я не знаю, в чем. Вы знаете, у всех есть, вот, скажем, ну, придется все-таки, вот, картина Сергея Параджанова, да? Там ведь не скажешь, в чем суть, да? Там цвета, краски, кадры. То есть там не содержание, да? Это его видение. Он останавливается, да? Около, как только что сказали, у какого-то стадовец-то. И вдруг делает из этого, потому что он это видит. Ну, может быть, это разные темы, разные жанры, разные направления, но я вижу, что вот у Хосе есть это. Я очень благодарен ему за вот эти его зарисовки, потому что, когда я смотрю их, я окунаюсь в тот... И главное, в основном там присутствуют вот эти те районы, в которых я сам жил. Боже, я на Северной Рады вырос, ходил в первую школу. И вот я хочу сказать спасибо. Ну, а вот и Милуизе тоже. Во-первых, мне очень кажется, зря это был как-то русский вариант. Мне бы все попоняли бы, если бы это был грузинский вариант этого фильма. Я думаю, даже это было бы, наверное, богаче. Ну, надо бы два варианта, я имею в виду. Нет, наверное, есть. Она же говорит, она наложена. Я понимаю, но сегодня мы могли бы посмотреть, но бог с ним, все равно. Он хороший. Просто, вы знаете, я думаю, что когда-нибудь, когда-нибудь, да, вот эти зарисовки Хосе будут когда-нибудь. Студенты сначала писать дипломные на них, а кто-то потом диссертации. Спасибо. Кто-нибудь в Гарри Каунтерах, пилючек, поэт, актер. К сожалению, не в Гарри Каунтерах. Нет, в Гарри Каунтерах. Все в Гарри Каунтерах. Нет. Но задача, но задача. Но что я могу сказать? Во-первых, я просто восхищен его. Потому что в нем прослеживается большая любовь к городу Тбилиси. Большая любовь к Тбилиси уходит, уходит в город в какой-то степени, меняется город. И вот эти кадры, это история. История для последующих поколений. Велик, конечно, Араджанов этот фильм о нем, но очень хорошо отметил Вахтанга Рушидзе, что именно большое спасибо создателям этого фильма. Конечно. Это действительно сокровищница. И вот эти овации, которые устроили мы, они шли из глубины сердца. Конечно, очень часто бывает, что человека ценят тогда, когда он уходит. Или же сперва его ценят за пределами своего города, за пределами своей республики, а уже потом там, где он родился и вырос. Ну, посмотрите, вот, сколько памятников стоит ради уважения представителей других далеких стран Тбилиси. А не стоит памятник Иосифа Гришашвили. Нигде. Возле университета. Десять лет назад повел я детей в музей Гришашвили. Ну, показал разные памятники и так далее. И подхожу, говорю, вот, Я рассердился, написал стихотворение на эту тему и запубликовал Вальманахи. Если с вашего разрешения, парачки. Я пожал, который я не знаю. Тбилиси с хедиум висар Аллусевс, пхучал Белый цвели угниса, та саоцве вис лазацкадмов зэмс, хангепи диди арпухельса. А дивиси митвю маа рта твелаз, велган Малланц Danмалц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие горожане! Я почему говорю горожане? Потому что герои нашего вечера сегодняшнего Оба такие патриоты-горожане В пиечке у Гии в статьях, посвященной Гии, газете... Не-не-не-не... Я просто так... Плохо слышно? Нет, вот это бьет сюда и... Вот! Статья, посвященная творчеству Гии, называется... Певец Белиси, о статьях, которая посвящена нашей Луизе, называется «Я цветок этой земли». Это здорово. Это здорово, что такие преданные творческие люди есть. Что касается геи, это вообще самородок. Кинематографический самородок. Так, столько лет существует кино, студия документальных фильмов, никому в голову не пришло делать такие фильмы, такие зарисовки, которые делает гея. Он оставляет большой вклад нашему потомству. Все его работы, они, главное, то, что я работал на телевидении, целая редакция работала на передаче о кино. А он один. И танцует, и поет, и снимает, и монтирует, и подбирает тексты, и все. Спасибо тебе, Иер. Что касается нашей Луизы. Луиза – это дитя киностудии. Я тоже дитя киностудии. Я ходил в детский сад киностудии. А она начала работать в киностудии с лабораторией. Тот, кто не знает запах лаборатории, запах кинопленки и химикариев, это вообще уникальное. Она начала работать проявчицей в лаборатории, пройдя всю цепь работ, связанную с пленкой. А потом начала работать монтальтицей. Что такое монтальтица? Монтальтица – это монтажер, это то же самое, что и режиссер. Со-режиссер. Это правая рука режиссера. Недаром Параджанов выбрал из такого количества монтажеров именно Луизу, потому что он в ней почувствовал ту преданность и искру кинематографического единства, которое обладает она. Недавно в Доме кино было два мероприятия, которое посвящено было памяти Миши Кубахизы, режиссера, который делал фильм «Свадьба», «Звонтики». И второе мероприятие шесть дней назад, премьера фильма моего ученика «Боги Торазии». Там собрались кинематографистов. Если бы вы видели, как принимали Луизу там. Луиза была госпрограммой. Луиза, Луиза. А Луиза, комната и медикоакшиане. Это тот, это тот, это тот. Луиза, спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо, что ты работала с такими режиссерами, как Георгиша Гелая, как Лана Губуберидзе, Бугурин Гелазе, Лана Губуберидзе. Я никогда не забуду нашей встречи усовеков Чаурели. Котэ меня называл КТС Руси. Она была ближайшим членом семьи фактически усовеков. Будь здоровы, дорогая. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня и разделили эту радость вместе с этими двумя. И я хочу тоже отметить, русский перевод очень хороший. И тот, кто читает русский текст, тоже очень здоров. Спасибо вам. Вопрос вы хотели задать? Да, да. Спасибо. Я с улицей. Конечно. Вы знаете, я родилась в Тбилиси, на Вере, улице Якова Николаевса, да? А последние 40-х лет живу здесь. Так что я Тбилиси очень хорошо знаю. И я не могу понять, что за улица, почему нет названия ни одной из улиц. Я не узнаю ни одну. Что вы? И приятный котэ-бески. Ну вот видите, вы узнали, а и нет. Я всегда думаю, думаю. Бесики. Я напишу обынательно. Ставит веры. Еще можно одно слово? Конечно. Я хочу сказать некие спасибо. Просто выпало у меня. Вы делаете большое дело. Это вот он делает большое дело. То, что мы встали во главе этих мероприятий, это здорово. И это тоже вы преданнейший человек этой идеей встречи нашей. Это наша отдушина. Мы здесь отдыхаем, мы здесь общаемся. Правильно, правильно. Это наше слово. Спасибо вам. Теперь попросим самого Георгия Хусе что-нибудь нам сказать. Молодец. Огромное спасибо за то, что вы пришли, посмотрели фильм, такую за тобой оценку. Я хочу рассказать один эпизод, который мне рассказал при записи материала Валерия Хариченко. Я его записал тоже для... Это актер Грибоедовского театра. Это Грибоедовского театра. Да. Он имел так близкое отношение к Сергею Параджанову. И он рассказал такую вещь. Он гостил у Параджанова, и вдруг заходят какие-то парни в Убанский. Говорят Сергею, что нашего друга, говорят, выгнали из киностудии. Он что-то там испортил. И пожалуйста, Сергей, может быть вы поможете нам. И сразу же Сергей собрал команду и на машине поехали в киностудию. Зашли в киностудию, идут по коридору, и вдруг Сергей падает на колени. И оказывается он увидел Резу Чхейдзе, который выходит из своего кабинета. И Резу посмотрел и говорит, Сергей, что с тобой, что произошло? Он говорит, я не встану на ноги, пока ты не простишь этого парня и не вернешь его обратно на работу. А Резу сказал, у меня гости иностранцы, они увидят, слушай, неудобно. Он сказал, а он говорит, нет, пока ты не дашь слова, я не встану. И он просил, и я вот после этого рассказа понял, что большое искусство, большого человечества. Если нет большого человечества, нет большого искусства. И он говорит, что, когда люди, 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 они не хотят. Продолжение следует... Спасибо. 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 Медлительность, спокойство, созерцание, а может быть и счастье только в них. Поймем, когда сотрется мирозданием амбиции наших бесполезный штрих. Спасибо. Спасибо.